Здравствуйте, это программа Репортер, я Алексей Коноплев и сегодня расскажу о том, что уже в эти выходные в Самаре состоится заключительная в этом году битва в рамках проекта Science Slam Самара. Состязания молодых ученых, во время которых они презентуют свои сложно описуемые научные работы обычным посетителям клубов для нашего города уже стали традиционными, да и попасть на них может каждый, поэтому репортер решил копнуть чуточку глубже и наведаться в гости к слэмерам ученого мира заранее. Кто готовит ученых к большой сцене, как научить химика играть на гитаре и кто сильнее гуманитарии или технари? Репортаж из клубного закулисья. Наука, как она есть, колбы, цифры, провода и неведомые аппараты, но только не для него Владимир Платонов тот, кто всей этой техникой заведует. Молодой специалист, подающий надежды, это не про него. Надежды он уже оправдал и вместе с коллегами по лаборатории разработал компактную версию газового хроматографа, полную почти что карманную копию вот этой железной громадины. С помощью такого устройства Вова и все, кто воспользуется его разработкой, могут анализировать состав газов и веществ, определять их характеристики, показатели или даже обнаруживать вредные примеси. С помощью него же несколько лет назад сам Вова стал звездой самарских клубов и вечеринок. Мне всегда интересно было тренировать свои качества в плане оратора, было интересно выступить на большую аудиторию с большой сценой. Тебе необходимо чувствовать себя уверенным и обладать определенными коммуникативными навыками. Если они у тебя есть, это дает тебе плюс 100-500 баллов для дальнейшего презентации проекта. Чтобы сделать свое выступление ярче, а науку доступнее, Владимир затаскивал на сцену самарского сайенс-слэма огромный хроматограф, заставлял зрителей дышать в трубочку и всячески шутил над тем, кто и из чего состоит. Мало кто понял, но к половине своего выступления он готовился годами, сидя в лаборатории и собирает то самое чудо-устройство. Еще половина стендапа — заслуга организаторов слэма. Каждый год перед битвой они обрабатывают молодых ученых до состояния бриллианта, тренирует ораторское мастерство, разрабатывает сценический образ и будто для подиума тренирует походку слэмеров. Я сотрудничаю с ними уже третий год и в третий раз мы встречаемся и вот так вот один-два дня мы посвящаем подготовке их публичных выступлений, их презентаций. Для них это понятно, это технический язык или какой-то специфический язык, а нужно донести до людей, которые не разбираются в этом. На прошлом слэме были танцы, стихотворения, на этом будет музыка, будет айти, давно у нас не было айти. Пара дней до очередного самарского слэма. Фабрика умных звезд снова в действии. В репетиционную комнату по очереди приглашают будущих слэмеров на тренировку и отработку будущих навыков час. На первое — презентация уже составленного выступления перед профессиональным оратором, на второе — презентация с уже внесенными правками. Главное блюдо высокой интеллектуальной кухни — последний прогон выступления с антуражем, поставленным голосом и до миллиметра продуманными жестами. На сцене Андрей Першин. Он, как и Владимир, химик. Особая страсть — химия квантовая. Своего научного проекта у парня пока нет, зато есть гитара. Просто было желание рвения, как-то просто выступить. И, в принципе, сама тема достаточно любопытная, очень много аналогий с моим увлечением. Я говорю, на гитаре, вы можете заметить, там чехол гитарный стоит, не пустой. Чтобы, будучи на сцене, не сесть в лужу, Андрею и всем будущим слэмерам предстоит еще не один час провести перед зеркалом и учебниками. Главное — перевести каждую букву своего научного доклада на язык обычного человека. Андрею чуть сложнее. До конца недели ему предстоит потянуть навыки игры на гитаре. Это все на сегодня. Увидимся в эфире и на официальном сайте телерадиокомпании «Губерния». Всего доброго. До встречи.